Занзибар, Ред Голден, Марк Династия. Список можно продолжать. В тепличном хозяйстве Карачаево-Черкесского филиала Россельхозцентра к Международному женскому дню вывели редкие сорта тюльпанов в десяти разновидностей. Всего 30 тысяч нежных цветов. Как выращивают тюльпаны и как готовят заветные букеты? На первый в году весенний праздник узнавала Альбина Ламкова. Знаете, 30 тысяч тюльпанов в один день собрать и упаковать это нереально. Сначала один сорт убирается, потом второй, потом третий. Все относится в склад, там хранится, тоже держится определенная своя температура. Выгонкой тюльпанов к 8 марта специалисты Карачаево-Черкесского филиала Россельхозцентра занимаются с 2014 года. Это одно из направлений в небюджетной деятельности учреждения. Главная задача агрономов заключается в том, чтобы цветы распустились точно к празднику. Работа в удовольствие, но за красивыми растениями стоит тяжелый труд. Солнца чуть меньше хватает, приходится там досвечивать. Или же в обед, например, если сильно солнце светит, его укрывать. Готовить грунт. Грунт тоже готовим специальными пропорциями. Потом проливаем тюльпаны. Луковицы должны сидеть при определенной температуре, чтобы они не проросли. Буквально там каждый час, каждые два часа следить за температурой, чтобы она не подскочила, тюльпан не убежал. И следят специалисты. Это достаточно объемная работа на самом деле. Видя результат, забываешь о затраченном времени и приложенных усилиях. Смотреть на яркие цветы в разных расцветках всегда впечатляет, говорит Алик Кипкеев. В теплице остался остаток тюльпанов. Незадолго до праздника цветы собрали вместе с луковицей. И отправили на хранение в специальные прохладные помещения. Тюльпаны необходимо содержать при температуре от нуля до плюс двух градусов. Иначе нежные растения испортятся. Хранятся заготовки букетов в абсолютной темноте, чтобы бутоны не раскрывались. Обычно цветы обворачивают в бумагу. Она должна быть мягкой, чтобы не повредить ни один бутон. Также бумажная упаковка должна забирать лишнюю влагу, которую успели впитать цветы. Потом, когда поступают заказы, тюльпаны распределяют и фасуют. Очень красиво смотрят в букете именно фиолетовые и белые. В этом помещении тюльпаны фасуют. Комната уже заполнена множеством коробок, упаковок, кулечков из цветов. Все они подписаны и ожидают своих покупателей, которые оплатили заказы и накануне 8 марта приедут забирать самые весенние цветы. Как говорят, желтые тюльпаны – вестники-раздуки. В любом случае для каждой женщины приятное внимание. Я люблю все цветы, потому что они по каждому индивидуально красивые. Розовые, белые, желтые тоже не остаются без внимания. В основном все заказывают. Какого-то конкретного нет. В любом случае, букет цветов станет приятным и трогательным подарком по любому поводу или просто так, вызвав улыбку и хорошее настроение. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.